Мороженое, мини-зоопарк и яркие представления. Городской Акимат организовал праздник для маленьких талдыкурганцев в Международный день защиты детей. Под присмотром прокуратура области обещает пресекать все незаконные действия в системе государственных закупок. Ходить полезно. Сотрудники управления транспортного контроля и автомобильных дорог проверили качество пассажирских перевозок на междугородних рейсах. 1 июня открытие купального сезона в Алматинской области. На сегодняшнем селекторном совещании под председателем первого заместителя Акима области Лазата Турлашева обсудили готовность региона к сезону. Представители Акимата ряда районов в режиме онлайн рассказали о проведенных профилактических работах, также изложили проблемные моменты. Лазата Турлашев призвал спасательные службы усилить работу по предотвращению трагических ситуаций на воде. Несмотря на активную профилактическую работу, за купальный сезон прошлого года в области утонуло 38 человек. В этом году необходимо принять соответствующие меры для обеспечения безопасности граждан на водоемах, отметил он. Оперативно-спасательным отрядам области уже проведены предупредительные мероприятия, которые во время купального сезона будут усилены. На всех местах, где дислоцируются подразделения отряда, проведены подготовительные работы. На пележах общего пользования установлены предупреждающие и запрещающие знаки. С началом купального сезона личный состав отряда будет переведен на усиленный режим работы. Будет проводить постоянное патрулирование в местах, опасных для купания, с массовой разъяснительной работой среди отдыхающих по безопасному поведению на воде. Кроме этого, на селекторном совещании были рассмотрены еще три вопроса. Они касались защиты лесного массива и других территорий от пожаров, предотвращения возможных последствий от природных катаклизмов. К другим темам. Нарушения и споры в государственных закупках стали главной темой расширенной коллегии прокуратуры Алматинской области. В ней приняли участие первый заместитель Акима области Лазет Турлашев, руководство Департамента внутренних дел и региональных ведомств, представители суда, а также прокуратура районов в режиме селекторной связи. Преждевременная оплата поставщикам за еще не выполненную работу, неправомерное продление сроков ее выполнения. Такие нарушения допускает государственное ведомство, подчеркнул прокурор области Габит Миразов. 20% всех дел в сфере госзакупок предъявляется с опозданием. Кроме того, зафиксировано 16 случаев, когда госорганы не регистрируют тендерные договоры в казначействе, а это прямое нарушение нового закона о государственных закупках, который вступил в силу с начала года. Кстати, он позволяет отдельным уполномоченным органам самим включать провинившиеся фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. Обратили внимание собравшихся и на недоработки конкретных ведомств. Как отметил прокурор области, второй отопительный сезон подряд случаются перебои с поставкой топлива для социальных объектов по вине недобросовестного поставщика. Для решения этих и других проблемных вопросов надзорный орган представил целый ряд предложений. Внесли рекомендации Акимату области, чтобы именно проведение государственных закупок по обеспечению топливом социальных объектов области передать в видение Акиматов района. Так будет намного эффективнее. По итогам этого обращения подготовили представление в адрес Акимата, суд, в адрес инспекции финансового контроля, чтобы привлекли к административной ответственности тех должностных лиц, которые предъявили иски с пропуском срока. Кроме того, подготовили предложение в Генеральную прокуратуру по совершенствованию нормативно-правовой базы, связанной с госзакупками. День защиты детей отметил один из старейших детских домов региона Айналайн. За свои почти 20 лет существования воспитали в нем и выпустили в большую жизнь более 300 детей. Сегодня в доме проживает 137 ребят, и каждый по-особенному готовился к сегодняшнему дню. Наталья Хоменко побывала в гостях у Айналайновцев. День защиты детей в детском доме праздник особый, символичный и по-настоящему важный. Готовиться к нему начали еще задолго до основных событий. Необычная концертная программа, новые танцы и самые лучшие наряды. Своё пожелание всем детям на земле нарисовала и Алина Тыц. Большая юрта в окружении цветов, дружная семья. Вот то, что в свои 9 лет девочка считает самым важным в жизни. Я на этот праздник приготовила пожелание. Я пожелаю, чтобы когда они выросли, они получали хорошие деньги, чтобы пошли на работу, была хорошая работа у них. Чтобы когда они вышли замуж, они были счастливы. Самым теплым и долгожданным День защиты детей остается и для выпускницы Акмарал Колыбаевой. Впереди у нее уже взрослая жизнь, но по-прежнему девочка ждет подарки. В этот день и особого внимания. Несмотря на то, что я взрослею, мне все равно кажется, этот праздник для меня самым таким светлым, ярким праздником. Я желаю нашим детям, чтобы всегда были такие хорошие, веселые. И самое главное в жизни – это здоровье. Пускай все дети Казахстана будут здоровыми, добрыми, хорошими. У каждого из них непростая судьба. Но дети от этого не стали озлобленными. На лицах искренние улыбки и желание подарить радость своим гостям. Пришли они не с пустыми руками. Спортивный инвентарь, одежда и сладости. Подарки детям, а таким области. Порадовали ребята гостей и своими достижениями. Этот год оказался как никогда богатым на весомые победы. Этот учебный год для нас очень успешный. У нас недавно был конкурс с доктором Веша. И наш воспитатель Багламос Махпавель занял первое призовое место. Также мы ездили в нашу футбольную команду в Алмату, заняли второе место. Также мы участвовали в республиканском конкурсе Тан Шолпан. Тоже неплохо. В городских конкурсах у нас команда Джекей, команда современного танца. Они заняли первое призовое место в этом году. Мы можем бесконечно перечислять. У нас столько грамот, столько медалей. Даже хочу похвастаться команда Бесарес. Индрохоккей у нас. В основном девочки и мальчики ходят в этот клуб Бесарес. И вот недавно они ездили в город Тарас, в республиканский турнир, и заняли второе призовое место. В области сегодня действует два государственных детских дома. У Штубинский расформировали. Часть детей взяли на патронат. Остальные теперь живут в детском доме семейного типа. Впрочем, число детей, оставшихся без попечения, с каждым годом становится все меньше, уверяют специалисты. В прошлом году сразу более 400 ребят обрели семью. Самый дорогой и желанный подарок в своей жизни. Наталья Хоменко, Жаслан Ченгинжинов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Насыщенная праздничная программа ждала сегодня детишек Талдыкургана. В Центральном парке организованы масштабные гуляния, мини-зоопарк, конкурсы, концерты и, конечно же, раздача бесплатного мороженого. А серый асфальт центрально-городских проспектов благодаря детям расцвел яркими цветами и красками. Более подробно расскажет наш корреспондент. Открыли праздничную программу самые юные талдыкурганцы. Воспитанники 20 детских садов дали самый настоящий концерт на большой сцене. Чтобы интерес детей был самым искренним и неподделанным, создателями праздничной атмосферы стали сами дети. В Центральном парке развернулся настоящий мини-зоопарк, где школьники с удовольствием демонстрировали своих питомцев и рассказывали об их особенностях. Как оказалось, в домах талдыкурганских детей живут даже экзотические животные. Есть среди них и 300-летний ворон. Программу местные власти продумали. Главное, дети довольны. Я сегодня хочу поздравить всех детей с самым добрым праздником. Пожелать хочу здоровья, крепкого и много-много радости. Родителям хотелось бы сказать, берегите своих деток. С праздником! В последние годы в Талдыкургане реализовано много проектов. Открылись новые школы, детские сады, мини-центры. Совсем скоро на радость детям откроется дворец школьников. Кстати, демографическая ситуация только за последние несколько лет значительно улучшилась. В одном лишь областном центре на сегодня свыше 23 тысяч детей дошкольного возраста, 4 тысячи из которых родились в прошлом году. Дети – это цветы жизни. Я поздравляю детишек всего мира с данным праздником. Желаю им счастливого, беззаботного детства. Пусть они искренне светятся, как солнце, озаряя все вокруг. Дети с удовольствием принимали участие в разных конкурсах, викторинных соревнованиях. Победителям и активным участникам представители учреждения «Счастливое детство» вручали призы. А особую атмосферу праздника в череде мероприятий придало самое любимое лакомство всех малышей – мороженое. Его всем гостям раздавали бесплатно. Айганам Султан, Жаек Курмамбаев, телеканал ЖИЦУ. Для воспитанников школы-интернат с интеллектуальными нарушениями города Жаркент Международный день защиты детей знаменовался двойным праздником. Самый добрый и веселый день в году совпал с открытием сезона в их лагере Куншуак. А поздравить детишек, подарить море улыбок и радости приехали сразу несколько организаций. Наш корреспондент продолжит. К этому дню воспитанники школы-интернат готовились загодя. Сегодня на сцене лагеря Куншуак мальчики и девочки радуют гостей своими талантами. К примеру, это танец маленьких гномов – главная изюминка концерта. 15-летняя Ваня Виноградов – участник танцевальной группы «Балдаурен». По словам педагогов, очень активный и целеустремленный мальчик. В будущем он мечтает стать строителем. Я люблю отдыхать и люблю работать. В мое свободное время работать и песни рисовать люблю. И стихи люблю рассказывать. Таких талантливых, веселых мальчиков и девочек в интернате немало. Каждый год они приезжают проводить летние каникулы в лагере Куншуак. К примеру, в этом году приехали 50 детей. Впереди их ждут уроки рукоделия, танцевальные и вокальные кружки, а также спортивные игры. Очень важно для их развития отмечают воспитатели, внимание и дружеское общение с широким кругом людей. 5 мая у нас стартовала акция «Шинджирек-тенг». Был организован благотворительный марафон. И все сборы мы посвятили благотворительности данному детскому дому. Дети – это наше будущее. Мы хотим гордиться ими, чтобы дети себя чувствовали не без внимания. Мы привезли небольшие подарки. Постараемся, конечно же, без внимания не оставлять и частенько посещать детский дом. Стать примером для других может каждый, кто примет активное участие в воспитании детишек, волей судьбы, оставшихся без попечения родителей. И проявит душевное тепло, которое поможет этим мальчикам и девочкам вырасти добрыми и отзывчивыми. Асим Кощегул, Вайдус Калиев, телеканал ЖТСУ из Панфиловского района. В широкомасштабную акцию, посвященную Дню защиты детей, включился и Алматинский областной филиал партии Нур-Утан. Сегодня в детском доме Камкор города Талдыкурган состоялось вручение подарков от партии. В подарочном наборе, кроме сладостей и игрушек, в основном спортивный инвентарь. Такой подход к выбору гостинцев от партии Нур-Утан не случайен. Большая часть воспитанников детского дома Камкор, можно сказать, уже известные спортсмены. К примеру, Светлана Кинцель не раз занимала призовые места на различных международных паралимпийских играх. Она воспитывается в этом детском доме с четырех лет. За 13 лет здесь ей привели любовь к спорту. Сейчас она уже сама пропагандирует здоровый образ жизни и активные занятия физкультурой и спортом. Я хочу сказать большое спасибо партию Нур-Утан, что они пришли к нам в гости. Я в 2014 году съездила в Бельгию, завоевала третье место. Легкая атлетика. Таких, как Светлана, здесь 120 детей. К сожалению, многие из них с тяжелыми диагнозами. Но, несмотря на это, они умеют радоваться всему. Эти очень добрые, дружные, послушные ребята искренне рады пообщаться с новыми, интересными людьми. А представители партии Нур-Утан здесь частые гости. Ни один праздник в Камкоре не проходит без них. Думаю, это маленькая часть той работы, которую мы сегодня проводим. Дополненно с этим акиматами районов, городов, акиматами области проводится очень много работы по адаптации детей с ограниченными возможностями. На каждого ребенка закреплены ответственные люди, которые не только праздничные дни поздравляют и так далее, они помогают встать на ноги, помогают во всем и везде. Каждый праздник Камкоровцы отмечают большой концертной программой. Не стал исключением и этот, подготовленный силами воспитателей и воспитанников детского дома. Каждый старался вложить частичку души. Праздничный Дестархан сегодня накрыли те, кто буквально год-два назад оказался один на один со своей глобальной проблемой в огромном мире. Молодые матери-одиночки, оказавшиеся без крови с малышами на руках. Несмотря на жизненные трудности, они прививают своим детям самые хорошие качества. Специально к Международному дню защиты детей подготовили утренник с инсценировками, сказок и добрыми стихами. Активно помогает мамам справиться с проблемой, найти работу и правильно воспитать своих малышей, меценаты. По Казахстану главным спонсором проекта «Дом матери» является сеть магазинов «Технодом». Этот проект начал свою работу два года назад. За это время в «Доме матери» прожили около 50 матерей-одиночек. На сегодняшний день в благотворительном центре проживают семеро молодых мам. Здесь они пробудут, пока детям не исполнится два года. Поздравить детишек с праздником приехал коллектив магазина бытовой техники и электроники. Каждому ребенку привезли специальные подарки. Мы, горожане, благодарны им, потому что на самом деле протянуть руку помощи этим девочкам, которые не бросили своих детей, это большого стоит. Дети ухоженные, мамы защищенные, живут в очень хорошем доме. У них все есть самое необходимое. Очень многие наши горожане стараются помогать этому дому, в частности, девочкам, мамам, молодым мамам. Они родили здоровых, хороших детей, которые будут приносить огромную пользу нашему государству. И я думаю, что государства тоже должны подумать об этом и как-то принимать участие, помимо спонсоров. Хореографический ансамбль «Урнек» дал свой первый отчетный концерт. Переурочили его к Международному дню защиты детей. В Доме культуры имени Леса Женсугурова творческий коллектив показал яркие и красочные номера. Детский танцевальный ансамбль был создан в 2008 году. В коллективе занимаются талантливые и одаренные дети от 4 до 10 лет. На сегодняшний день в их репертуаре более 30 национальных и современных танцев. Ансамбль – неоднократный лауреат республиканских, областных и городских конкурсов. Активные участники всех мероприятий в регионе. Организаторами отчетного концерта являются Ассамблея народа Казахстана и Дом дружбы в Матинской области. Первый концерт ансамбля «Урнек» поддержали и другие детские коллективы – Менжул Досбан, Мелоди Китс и Курки Май. За тот период времени, который я работаю в ансамбле, мы подводим итоги, показываем ту концертную программу, которую успели мы наработать за этот учебный год. Дети сегодня очень хорошо выступили, красиво, с драйвом, с энергией показали шикарные номера. Хотелось бы пожелать им удачи, хотелось бы пожелать больших успехов, а родителям, конечно же, терпения. К другим темам – автопробегом по аварийности. Республиканский декадник безопасного дорожного движения стартовал сегодня в Талдукургане. Главная его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей и подростков. Местная полиция Алматинской области в этой связи провела масштабный автопробег. Так наглядно стражи порядка представили последствия нарушений правил движения. Автоколонна с аварийным автомобилем проехала по улицам областного центра, а также Ескельдинского и Коксузского районов и города Текили. Листовки и брошюры жизненно важными принципами безопасности раздавали и водителям, и пешеходам. В агитработе задействовали юных инспекторов дорожного движения. Ведь именно безопасность детей – главная задача акции. По данным Департамента внутренних дел, более 500 аварий произошло с начала года в Алматинской области. И почти 40 из них пострадали дети. Стоит отметить, что республиканский декадник безопасности движения пройдет в два этапа. Подобные массовые мероприятия организуют и в Южном регионе Алматинской области. Целью этой декады является пропаганда и соблюдение правил использования средств безопасности. Это ремни и детские автокресла, удерживающие устройства, а также мотошлем для мотоциклистов при эксплуатации транспортных средств. Как участие несовершеннолетних при ДТП в этом году по итогам пяти месяцев было 39 дорожных транспортных происшествий. Из них 4 погибших и 41 пострадавших. Наряду с детскими каникулами на лето приходится эпикт трудовых отпусков. Соответственно, в разы вырастет пассажиропоток на всех видах транспорта. Насколько гарантируют безопасность пассажиров и какой уровень сервиса автопарков и предприятий перевозчиков Жамбылского, Красайского районов и города Капшигай. В выездном рейде проверили сотрудники управления транспортного контроля и автомобильных дорог Алматинской области. Это автовокзал города Капшигай. Для диспетчера выделена небольшая комната. Остальные площади сдаются в аренду. По словам руководителя Капшигайского автопарка, возможности содержать здания у них нет. Средств для обновления автопарка тоже. Поэтому им приходится заключать договоры с частными лицами, у кого имеется свой транспорт. Я жду тендера. Если выиграю маршруты, только тогда смогу приобрести новые автомобили. Иначе зачем вкладывать средства? Мы соблюдаем все правила работы автопарков. Однако нам мешают таксисты. Частные извозчики, у которых нет никаких разрешительных документов, не дают нам полноценно работать. А ведь мне нужно платить налоги. В сфере перевозки пассажиров очень сильная конкуренция. В этом убедился лично, рассказывает Шахсабай Абишев. В его ведении три комфортабельных микроавтобуса, разрешительные документы на перевозку людей. Предпринимателям выиграны на тендерах маршруты Баканас-Капшагай-Алматы. Однако по ним небезопасно ездить. Местные таксисты не дают работать. Доходят даже до рукоприкладства. С сожалению, говорит он. Моими тремя маршрутами конкурирует 200 частных таксистов, которые не платят налоги, документов на перевозку пассажиров не имеют. Очень много препятствий. Я прошу контролирующие органы помочь в этом. Сколько можно так работать? Надо же, чтобы законы наши работали. У жителей Жамбулского района другая проблема. Автопарк обанкротился. Автостанция в аварийном состоянии. В отдаленные села на легковых машинах не проехать. Пассажирам приходится ждать автобусы. Но негде. Я приехал в райцентр Узнагаш и сел в Матабулак по работе. Ждем вот автобуса. Вот сидим возле магазина. Хотелось бы, чтобы было хоть какое-то зал ожидания. Территория Узнагашской автостанции полностью передана в частные руки. Кругом расположены магазины и кафе. Все свободные места отданы под парковку. Поэтому большегабаритным автобусам очень сложно развернуться. Но им приходится выкручиваться. Поскольку в этом районе предпочтение отдают вместимым автобусам. Впрочем, многие пассажиры считают этот вид транспорта надежным и безопасным. Я бы ездила, конечно, общественным транспортом. Потому что в первую очередь это безопасность. С водителей проходят медкомиссию, медосмотр. Как люди ездят с дороги, с таксистами, я не понимаю. Люди просто рискуют своей жизнью. Не понимают, что это очень серьезно. Хотя случаев очень много. В целом в Алматинской области 47 предприятий-перевозчиков. Которые обслуживают около 250 маршрутов. Ими с начала года перевезено более 180 миллионов пассажиров. Этот показатель с каждым годом растет. По словам ответственных за это дело лиц, работа по урегулированию деятельности предприятий проводится. Однако борьба с незаконным частным извозом в их компетенцию не входит. Гульназ Мустафа, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Далее выпуск продолжит блок экономических новостей. С ними вас познакомит моя коллега Айганам Султан. Добрый вечер, Айганам, вам слово. Спасибо, Лаура. Здравствуйте. В Казахстане намерены развивать систему безналичного расчета. Сегодня на пленарном заседании в Мажелисе депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о платежах и платежных системах. Об этом и не только в нашем ежедневном блоке. Законопроект о платежах и платежных системах, по мнению главы Национального банка Дания Ракишева, позволит усовершенствовать сам механизм осуществления платежей. Например, сократятся сроки перевода денег от 4 до 2 дней. А с середины 2017 года и вовсе операции будут осуществляться день в день. Национальный банк также сохранит за собой право регулировать тарифы банков по предоставлению платежных услуг. Кроме того, вводится контроль за деятельностью частных небанковских платежных организаций. Это позволит защитить права потребителей и повысить прозрачность на рынке платежных услуг. При разработке документа были учтены все международные стандарты. Депутаты уже одобрили этот законопроект в первом чтении. Нацбанк Казахстана назвал три сценария развития экономики страны на этот год. Прогнозы рассчитаны, исходя из стоимости барреля нефти марки Brent 20, 30 и 35 долларов. Самый позитивный сценарий предполагает медленное, но последовательное развитие мировой экономики, снижение чистого экспорта товаров на треть относительно прошлого года. Для Казахстана в цифровом выражении дефицит текущего счета составит около 4% от ВВП. Покрывать его будут за счет использования внешних активов нацфонда, а также иностранных инвестиций. При цене в 30 долларов условия, как ожидается, будут мало отличаться. А вот Brent по 20 долларов за баррель сулит уже более негативные показатели макроэкономического развития. В Нацбанке отмечают, что все три сценария предполагают высокий уровень инфляции, который должен существенно снизить уже к концу этого года. За четыре месяца в Атраусской области в основной капитал инвестировано более 560 миллиардов тенге, что составило 33,3 всех инвестиций Казахстана. В том числе внешние инвестиции достигли 360 миллиардов тенге. За этот период в 2,5 раза увеличился объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора, составив 115 миллиардов. Основными инвестиционными драйверами стали ТО, ТШО, ведущие строительные работы на проекты будущего расширения производства. Компания НКОК-НВ, занятая восстановительными работами на Кашагане, ТОАНПЗ, где продолжается строительство комплекса глубокой переработки нефти. Обзор экономических событий подготовлен по материалам агентства Хабар и телеканала 24КЗ. А я вновь передаю слово своей коллеге для продолжения основных событий дня. Лаура? Спасибо, Эханам, за информацию. А мы продолжаем выпуск. Очередников на жилье в Панфиловском районе станет меньше. В регионе запущена большая программа по строительству жилья. Причем не только в Жаркенте, но и в селах района. Два 60-квартирных коммунальных дома сейчас возводятся в новом селе Нуркент. О ходе строительства наш корреспондент. На карте село Нуркент появилось всего пару лет назад. Сегодня в этом приграничном поселке проживают чуть больше 2000 человек. В ближайшей перспективе, согласно плану развития района, население пристанционных поселков Алтункуэль, Нуркент, Харугос должно вырасти до 100 тысяч. Кадровый потенциал руководство района гарантирует обеспечить жильем. Так, жилой фонд села Нуркент до конца года пополнится еще двумя многоэтажными домами. Их строительство началось в ноябре прошлого года. Коммунальные работы сейчас заканчиваем. Сейчас начинаются кладочные работы, наружные, внутренние кладочные работы. Перегородки сейчас сделаем. И надеемся скоро начать отделочные работы. Общий дом 60 квартир в одном доме. 28 однокомнатных, 32 двухкомнатные квартиры. Строящиеся дома местные власти отнесли категории коммунальные. Квартиры здесь получат очередники. К слову, все они работают в местной школе, в больнице и детском саду. И все это время добираться на работу им приходится из райцентра. К слову, решатся вскоре жилищные вопросы и для других работников этой приграничной зоны. Руководство района обещает создать условия для частной жилой застройки. После проведения инфраструктуры земельные участки будут розданы очередникам. По селу Пиджим конкурс проводится на строительство инженерно-коммуникационных сетей на площади 52 гектара на сумму 518 миллионов. Это уже в этом году 469 миллионов средств бюджета выделено и 52 миллиона будет местного бюджета выделено средства. В целом по району очередников на жилье 1390 человек, а для получения участков земельных это около 3000 человек на очереди стоят по городу Жаркенту. В северо-западной части Жаркента также выделено 67 гектаров земель под индивидуальное строительство. Все инженерные сети уже подведены и заверили местные власти. Сейчас ведется работа по раздаче земельных участков, а через месяц там начнется строительный бум частного жилого массива. Лаура Байбачанова, Авзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Побеждать красиво в Талдыкургане стартовал областной традиционный турнир по художественной гимнастике, посвященный Международному дню защиты детей. За титул победителя в отдельных видах многоборья соревнуются более 60 спортсменок от 5 до 16 лет. У этих хрупких девочек железная выдержка, стальной характер и невероятная воля к победе. Глядя на грациозные повороты и изящные элементы в их исполнении, сложно поверить, что они пришли в спортивную секцию только год назад. Гимнастки от 6 до 12 лет выступают с несколькими программами. В упражнениях без предмета главное показать растяжку и физические данные. В отдельных видах многоборья участницы демонстрируют еще и умение работать с мячом, лентой и обручем. Для них эти соревнования отличная возможность пройти отбор в состав сборной для участия в открытом чемпионате Жамбулской области. У младшей подгруппы идет 7 элементов, у старших идет 9 элементов. У них немножко идет разница. Там 7 элементов, там 9 элементов. Эти элементы есть на 1 десятую, есть на 5 десятых, есть и на балл элементы. Смотря на что ребенок тоже делает. Среди девушек 14-15 лет успешно прошла очередной экзамен на выносливость и терпение призер Республики Казахстан в упражнении с мячом Виталина Зинкова. Она сегодня не только заняла первое место, но и подтвердила звание кандидата в мастера спорта. Гимнастика для меня это все, это жизнь и уже без гимнастики я просто не смогу жить. Почитаю это, наверное, выполнить мастера спорта, а потом я хочу стать международным, получить международный разряд. Жюри оценивает не только физическую подготовку, но и грацию при выполнении элементов, артистические данные. Впереди у юных гимнасток еще два насыщенных соревновательных дня. Лилия Штогрина, Тимур Байбусынов, телеканал ЖТСУ. Такой была информационная картина с сегодняшнего дня. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин